Говорят, что шикарное место. Хотя тут от Орла. Клометров сколько? 50, наверное. Добрый день. Кто-нибудь есть? Целое здание просто пустое. Ух ты. Пипец. Обалдеть. Обалдеть, друзья. Я просто в шоке. Сколько фотографий. Телевизоры. Приветствую, мои дорогие друзья, а также новые зрители канала «Заброшенная Россия». Мой канал рассказывает о наших российских деревнях и людях, живущих в них. И сегодня я путешествую с моей коллегой Екатериной с канала «Скатя» с вами по Орловской области. Мы находимся в ПГТ Залигощ. Сейчас посетим с ней одно интересное местечко, а потом проедемся по району и посетим несколько деревушек. Поэтому, как всегда, будет интересно. Смотрите до конца. Поехали. Друзья, в общем, идем в одно интересное местечко. Я был здесь три года назад. Случайно зашел в это здание и увидел необычные вещи на стенах. Я надеюсь, что сейчас они там. И я вам покажу сейчас небольшую экскурсию. Думаю, вы удивитесь, и вам будет интересно. Пришел в одно заведение. Такие вот штучки висят. Лучшие телятницы, лучшие бригады, лучшие первичные организации. Флаг настоящий. Вообще красота. Здесь у нас лучший комбайнер, работник комхоза, победитель соревнований каких-то. Высокие показатели, коллектив, лучшие доярки. Ух ты, лучшему пахарю на шею навязывали. Жуков у нас тут висит. Ощущение, что оказался во времена Советского Союза. Смотрите, какая красота здесь сразу. Это администрация. И сразу здесь музей. Просто на входе никого нет. Такой штуки у меня музея нет. С удовольствием приобрел бы себя. Но самое интересное было в другом месте. Но здесь уже ничего, к сожалению, нет. Здесь раньше висели интересные вымпелы. Вымпелы не остались, но остались вот такие флаги. Необычные. Бархатные. Просто в отличном состоянии. Добрый день. Кто-нибудь есть? Отдел по работе с детьми. У нас мини-музейчик. Никого нету. Я спросил. Ну, музей работает. Еще один музей есть. Такая интересная атмосфера. Это я не видел. Ну, сейчас попробуем найти кого-нибудь. Видел такое? Такое видел где-нибудь? Свободного доступа никого нет. Музей. Посмотрите, кстати, сколько еще вода. Ух ты. Ленину голову отломили. Где-то валяется. Вторая дверь развалилась здесь. Пойдем кого-нибудь поищем. Музей у нас здесь. Музей закрыт. Карта. Уже время. Час. Час. А, перед до часа. Все должно прийти. Кошка. Я думал, варча забежал. Ох, друзья, пока ждали, когда закончится обеденный перерыв в музей. Заяхали в кафешку. Зашли, вернее, на Русь. Очень классное местечко. Пообедали на 380 рублей. Очень вкусно. Питательно. Недорого. Вообще, я, друзья, всегда очень люблю заезжать в районный центр. Вот такие вот уголки спокойствия, умиротворенности. Вот сегодня понедельник. Можно сказать, гулять что-то по центру. А никого нет. Такое ощущение, что жизнь просто остановилась. Этим я и люблю. Путешествовать не только по деревням, но и по районным центрам. Всегда кажется, что ты как будто прошлым оказался. В общем, такие интересные и незабываемые ощущения. Катя у нас тоже балдеет. Говорит, что шикарное место. Хотя вот тут от Орла. Клометров сколько? 50, наверное. Тихо и спокойно. Пойдем посмотрим, пришел кто-нибудь в музей или нет. Ну что, друзья, пришли через полчаса. Как-то уже закончится обед, но никого нет. Свободное перемещение. Сотрудников нет вообще. Ни специалистов, ни у других. К сожалению, никого не застали. Целое здание просто пустое. Поедем по деревням. Приехали мы в первый пункт, куда нам нужно было. Это село Верхнее Скорчье. Скорчье, правильно. Тут сложно разговариваться. Новичку. В общем, по информации моих подписчиков, здесь живет Алексей Долженков, кажется. Должиков. Вот у него якобы есть старый москвич первого выпуска. Давно мне это сообщение прислали. И вот я решил сюда заехать и проверить. Приехали на полянку. Раньше здесь вот клуб был заброшенный. Вот. От залегоща мы проехали километров, наверное, 30-25. Вот сейчас найдем этого Алексея. Посмотрим эту машинку. И потом поедем дальше по другим деревушкам. Добрый день. Должиков здесь живу, да? Да. Вопрос такой. Мне сказали, что у кого-то... Вообще сказали, что у Алексея старая машина, то есть москвич какой-то старинный. У Алексея москвич там? С чего вы взяли? Ну, так вот сказали, написали мне. Я просто старой машиной увлекаюсь. Просто интересно узнать, продается, не продается. Нет. Это моя машина, я ее не продаю. А посмотрите, что можно? Нет. Ну, просто интересно. Я думаю, нет. Это не москвич, а жигули. А, жигули. А почему сказали москвич, какой-то первой модели? Это, может быть, вы не в ту деревню попали? Не сказали, Должиков, Алексея вообще сказали. Алексей. Да, ваше село, Верхнее. Не может быть. Точно Верхняя Скворча? Да. А может быть Нижняя Скворча? Верхняя. Там тоже есть Должиков, Алексей. Ну, ладно, всем хорошим, спасибо большое за информацию. Поедем. Деревня такая, в принципе, современная, но вот сейчас мы уже уезжали, увидели старенький домик. Вроде бы здесь кто-то и живет, а вроде бы и нет. Сейчас зайдем спросим. Непонятно, живут тут, не живут люди. Дверь, ребята, открыта. Ух ты. Все раскурочено тут у нас. А, здесь кто-то устанавливает. Даже не видит, что этот домик скоро установит. Смотри. Ой, какая радость. Да. Не часто можно такое увидеть. Обшивается. Конечно, давно было сделано. А, то есть давно начинали устанавливать? Да. Может, год назад, может, больше. Чья-то дача, наверное, будет. В общем, друзья, решили мы проехаться в другую часть района Залегощинского. Поехали с Суворова. И по дороге встретили деревню Сетуха. Сейчас зайдем в один домик. Симпатичный домик в зарослях. Заброшено давно. Посмотрим, что там. Лет 10, наверное, никто не живет уже. Катя, предпустим. Натоптана дорожка. Кто-то сюда уже ходит постоянно. С дороги было видно, что дверь открыта. Поэтому, наверное, никто не обидится, что мы сюда зайдем. Скорее всего, собственники умерли все. А родственникам не до дома до этого. Алкаши здесь обитают. Домик, оказывается, закрыт. В общем, родственники здесь есть. Ну и симпатичная фотография. Зато посмотрим тут. Посмотрите. Необычно, да? Угу. Компризационная. Что ж, пойдем дальше. Ехали-ехали. Опять увидели тут на опушке леса пару домиков заброшенных. Один еще в шикарном стане, второй уже, конечно, обвалился. Даже один развалился. Шикарное место просто. Шикарное. Кто-то жил прям, можно сказать, в лесу. Побито, разбито. Подковка. Так, как-то зайти сюда. А здесь, наверное, у нас типа сарайчика было. Стойка плитушек. А, пчеловод здесь жил. Много пчелок было когда-то. И все оставлено. Хороший домик вообще. Хотелось бы мне такой домик иметь. Ух ты! Да, друзья. В дом нам придет входить через окошко. Пипец. Банки с медом, когда-то были. Пахнет стариной. Пошли, пошли. Опа. Молодец, пошли. Да. Ух ты, даже факс есть. Откуда он здесь? Обалдеть, друзья. Я просто в шоке. Сколько фотографий. Телевизоры. Раз, два. В 2000 году жили. Сколько прошло лет уже. Много. Эх. Вот они старые фотографии. Всегда грустно находить их. Чемоданчик. Ух ты! Новенький почти. Документы какие-то. Членский билет. Молодой мужчина. В 2005 году было сделано. Семена у GPS потерян. Так, опять что у нас такое тут. Вот, друзья, мне кажется, этот не этот дом. Непонятно. Другой, наверное. Много комнат тут. Куражка. Пограничника. Здесь на кухне было, наверное. Да. Просто траж какой-то. Просто трэш. Ух ты. Молокас веранда. Чего здесь только нет, а? Странно, как металл все не вытащили еще. Еще один сарайчик. Ух ты. Маленькая масло-бойка. Маленькая масло-бойка. А нет, внимание, как показалось. Шахматы целые. Чего здесь только нету, а? Да, кто-то очень долго не убирался здесь, да? Заглянул за дверь. Здесь очень много гильз. Похоже, охотник жил. Даже целые, незаряженные есть. Очень много. Дом охотника. Ветеран труда. Странно, флягу не утащили, а? Видели книжечку про наш Караи Орлов. 76-го года. Караи Наш Орловский заберем. Музей. Парчи, пошли. Кто там? Фуф. Когда-то была шикарная здесь пасека. Где-то около 30 ульев, наверное, стоит. Улья, улья. Одни улья. Здесь Катя у нас побывала, уже говорит, сундук здесь. Красивый. Ух ты. Еще был даже унитаз в сарае стоял. Нет, не сундук, это для пшеницы какая-нибудь фигня. Да? Я думала, это сундук открывается стояк. Ну, для пшеницы. Я думала, сундук. Да. Ну, а тут, друзья, был, похоже, такой же, примерно, домик. Который просто разобрали на запчасти. И вывезли на дрова. Примерно такой же был по размеру. Даже не все железо-то вытащили. Но бренушки хорошие. Еще раз. Сами его? Да, на дрова. Устащили. В общем, друзья, тоже какое-то старое здание здесь увидели. Наверное, старая школа была, ли конторы. Ко идее, должна быть открыта. Ух ты, какая ручка симпатичная, железная, но с ромбиком симпатичная. А, здесь одна комната еще должна быть. А другая закрыта. Да, сейчас с той стороны обойти нужно. Ну, кто-то раньше жил вот в такой комнатушечке. Типа барак раньше был, наверное. Кстати, кухня была здесь и зал. Поделен, видите, на две, на три части. Да. Проехали чуть дальше. Тут увидели комплекс старинных зданий. Раньше барская усабика была. Раз, два здания, три, четыре огромные здания. Там в советской форме мы двухэтажка разрушены. А теперь здесь не барские дома, а бараны. Ну, можно спустить? Нет. Лигнуть может. Лигнуть может. Хороший. Хороший. Да? Хороший. Не бойся. Видите, он только родился. Ага. Поповинка висит. Кучелявый. Надо будет через забор. Держи. Давай. Спасай. Люди, подполкнуть надо. Вон, сейчас здесь. Ну, мне надо помочь. Вот, 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 все, 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 все. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Пинками под зад. Вот и все. И тебя, ребят, все. Все, он тебя полюбил. он тебя полюбил не хочет уходить чего там увидел чего там увидел чего это тоже любишь погонял еще барышков баранов он любит гонять не на все-все убежал не стоит этот забор дайте взлетит хорошо даже муж личный забор арчи арчи сюда арчи арчи иди ко мне поехали арчи арчи иди ко мне арчи арчи иди ко мне арчи иди ко мне пошли арчи арчи охот погоняться за игненком и игненок не убегает и это арчи не нравится поэтому просто не уходит его арчи карчен маленький арчи хорошенький скотина иди ко мне арчи сюда арчи иди ко мне иди ко мне иди ко мне арчи иди сюда иди ко мне иди ко мне арчи иди ко мне арчи иди ко скотина ну-ка быстро домой бессовестный хорошо она не цапана и никого нету да бери он опять вылез пою фоткаться кто собаку свою за все закроет держи держи кати мечта сбылась она сейчас фоткается барашка все нас никто не спалил к счастливы довольны камер возле вот если прошла удачно никто не пострадал но что друзья дорожка нас привела в село ограчевка здесь мы закончим первую серию путешествие по залегученскому району и уже чуть позже продолжим путешествовать дальше это вы уже увидите следующей серии надеюсь фильм понравился как всегда делить с вами эмоциями и ощущения в комментариях а если возникли вопросы обязательно пишите в соц сетях ссылки на них вы увидите в описании этого фильма ну а если хотите посмотреть катину версию то переходите к ней на канал катя с вами и посмотрите что она здесь наснимала до новых встреч мои дорогие пока а а и и и и и и